КАРЛОС Карлос, туда нельзя! Очень опасно! Карлос! Карлос, ну как же так? Я же за вас отвечаю! Там мой Беллигреса! Очень опасно! Карлос! Мужчина! Снимите его оттуда! Пожалуйста! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так. Готово? Петь, чего звал? Паша. Павел Павлович, вот госпожа Записоцкая, помощница нашего испанского друга от российского издательства утверждает, что вы от нее вскрываетесь. Да. А она хотела бы знать все о ходе расследования. Да. Петр Олегович, со слов госпожи Записоцкой я составил уже несколько протоколов. И оснований утверждать, что журналиста похитили, нету. Нету. Как это нет? Как это нет? Как-то нету. Карл опытный лыжник. Он не мог просто так сунуться на закрытую трассу. Тем более, после предупреждения о лавине. Все-таки сунулся. Сунулся. И я полагаю, Наталья, как вас там. Я знаю, я знаю, что вы полагаете. Вы полагаете, что Карлос был пьян. Это невозможно. Вы понимаете, что кто-то заставил его туда пойти? Ну, почему вы так в этом уверены? Вот, это его дневник. То есть, ну, он вроде на испанском. Да. Ну, и что в нем? Ну, я не знаю. Простите, вы не владеете испанским языком? Карлосу нужна была не переводчица. То есть, это ему, ему, ему не нужна была переводчица, потому что он прекрасно владеет русским языком. Взгляните, взгляните. Мошенники могли его заманить, пообещав ему показать пещеру собирателя. И наверняка держат его там из-за выкупа. И вы увидите, вы увидите, что скоро они выдвинут свои требования. И кому он нужен? А что? Я просто хочу сказать, что пока у нас нет требования о выкупе и улик, мы не можем считать это похищением. Так ищите! Это ваша работа! Моя работа, милая. Наталья, как вас там? Владилен Владимировна. Лилия Лидовна. Охранять клиентов, понимаете? А не тратить время на пустые галлюцинации. Господин директор, время идет, результатов никаких. Значит, служба безопасности демонстрирует нам вопиющий непрофессионализм. Но я вам устрою, я вам устрою грандиозный скандал на телевидение. Да-да-да, голубушка Наталья... Владиленовна. Владиленовна. Ну, голубушка, ну зачем же сразу скандал? Петь, ну... Паша! Хочешь конфетку? Майя! Добро пожаловать в каменный мешок. В 70-е годы тут начиналась история розоветров. Прошу. Танго мертвеца. Жуть какая. Да, я буду настаивать, чтобы фильм назывался как роман. И когда же он выйдет? Ну, там надо всякие вопросы с издательством утрясти. Подожди, сейчас. А кто будет играть? Ну, пока неизвестно. Но я автор. Могу как-то повлиять на кастинг. Правда? А я бы могла кого-нибудь сыграть, а? Это... Будет обязательным условием в договоре с кинокомпанией. Вася. Подожди. Так, ты... Стой здесь. Вася! Все нормально, я живой. Стой здесь. Приятного аппетита. Здорово. Здорово. Ну, что у нас по испанцу нового? Ищут. С утра ничего не изменилось. Ты знаешь, изменилось. Госпожа Записоцкая угрожает ославить нас по всему миру. И знаешь, у нее получится. Слишком уж известная личность этот испанец. А я при чем? Напомню, ты отвечаешь за безопасность трасс. Знаки везде стоят. Опасные участки патрулируют. Мне что, лично дурачков отпугивать, а? Да куда куда куда? Глядя, отойди ты от стеллажа! Да кому что я? Короче, или вы мне выкапываете испанца, или же находите криминальный след. Иначе, по собственному желанию. Оба. Олегович, ты чего? Я... Какой тут криминал? У нас на курорте самое громкое дело. Год назад сережки пропали. Что-то ты не сильно бросился. Это дело-то раскрывать. Что, слишком заковыристо я для тебя, да? Или в чужом месте пузо отъел, что никак не подняться? Ну, давай. Давай, я не посмотрю, что у кореша. Малыч, спит, что ли? Хватит. Всё, всё-всё. Скажи, тебе за финны выговора мало? А мне что надо с ними? Целоваться? С этими финнами пьяными кретинами? Когда они за знаки полезны? Нет. Пинками гнать до самой базы. Хорошо. То, что ты и сделал. Хорошо, в следующий раз поцелую. Иона. Чего? Следующего раза может и не быть. Какой ужас. Хоть что. Петь, ну, я это... Паша, и на тебя жалобы поступают. Тебе скучно тут у нас работать, товарищ майор? Да, с этим соскучишься. Я до сих пор уверен, что ты его дружка спихнул, чтобы меня на его место посадить. Как будто я рвался сюда. Паша, может тебе вернуться в полицию работать? В полицию? Так кому я там нужен в полиции? Тогда держись за это место. Держись, Пашенька. Копай, копай. Ты всё на этого испанца. Потому что если её информация дойдёт до хозяев, я тебе ничем помочь не смогу. Да что ж такое? Ну, что там? Да у него всё время занято. Ну, можешь на совещание перезвонить? Да наверняка опять с Сынкой болтает. Так ты всё-таки ревнуешь отца Каньке. Да нет, он так её любит. Это прекрасно. Ну, конечно, любит. Она манипулятор талантливый. Ну, в этом есть положительная сторона. Ну, вот в этом я сомневаюсь. Ну, например, отец всю жизнь пытался бросить курить. И никак не мог. Инка отучила его в две минуты. Вот это да. Я до сих пор не понимаю, как она это сделала. Да просто наморщила свой хорошенький носик, и всё. Ты к ней придя ты относишься, правда. Я же знаю, с самого детства она очень поддержала в своё время. Ты же знаешь, как я любила и люблю отца. А Манану я редко даже мамой называла. Я просто очень боялась. Я ведь ничего не знала про её болезнь. Отец мне про неё рассказал только, когда я поступала на филфак. И ты представляешь, каково мне было. Я тряслась, как осиновый лист, и думала, что вот-вот во мне это проявится, как месь Манану. Так Инка, чтобы поддержать меня, чтобы мне было спокойнее, поступила ради меня на тот же факультет и отучилась вместе со мной на одном курсе. И в итоге стала содержанкой твоего отца. Ну а вот я чем лучше? Что значит, чем ты лучше? Ты намного лучше. Ты у меня талантливый переводчик. Кстати, как там наш депрессивный перуанский друг? Как его? Сесар Вальеха. Вот. У меня вот в жизни последние полгода полная Вальеха. Ну потому что... Что? Потому что... Мне чего-то не хватает. Полноты жизни, что ли? Страсти какой-либо нет. Вот оно как. Значит, страсти нам не хватает. Да нет. Полноты жизни. Скучно. Это мужская страсть, понимаешь? Во мне ее нет. Конечно, мужская. Ты же у меня женщина, да? Причем любимая женщина. Давай давай заходи. Заходи, говорю. Что ты придумал? Иона. Иона. Да, Юлка. Я схожу собак покормить. Валяй. Тут это... Тебя баба испанца ищет. Кто ее пустил? Да она как бы и не спрашивала. Наталья Владиленовна, совсем нет времени. Много работы. Я вижу, как вы работаете. Уже два дня прошло. К сожалению, ничем не могу порадовать. Не могут найти ни собаки, ни приборы. Ну, так привлеките еще специалистов. Людей хватает. А звать подкрепление, это не моя компетенция. Да, ваша компетенция, его жизнь. Вы отвечаете за Карлоса. Послушайте, каждый сам, сам отвечает за свои глупости. А горы не прощают дурачков. Да, я попросила вас. Если вы хотите, чтобы тело нашли, покиньте зону поисков. Не мешайте нам работать. Вперед, туда. Чудовище. Чего? Ничего. Командир, идем в каменный мешок, срочно. Возможно, есть улика. Ты опять в сыщики играешь? Почему не на объекте? Ну, так выходной. Ну, какая улика? Ну, возможно, по делу пропавшего испанца. Гляди, как тебе такая лыжная палка? Да, это интересно. Это же на самодельный нож похоже. Профессионально сделанный. Вот, да, вот там вот, посмотри, возле кольца. Тут же кровь. Когда ты ее нашел? Сегодня. Вот, я что думаю, эта сумасшедшая Записоцкая, она действительно кого-то видела с испанцем на трассе. Вася, да никого там не могло быть. Почему не могло? Ну, потому что иначе бы искали бы двоих, а не одного. А из-под лавины еще никто не выбирался. Невозможно, особенно дилетантам. Понимаешь? А больше никто не пропал. Так, а что, если тот, кто заманил испанца, он не дилетант, если он знает эти места, как свои пять пальцев? А почему ты думаешь, что его именно заманили? Так, потому что Звягинцев говорил Грымзену, то есть Записоцкая. Нашла дневник испанца, в котором была нарисована карта, как пройти к пещере Собирателя. Она, она, она уверена, некто соврал, что знает дорогу. Карлос на это купился, его похитили с целью выкупа, но что-то пошло не так. Ну, и что ты думаешь, что убийца где-то рядом? Да. Ну, допустим, если ты прав, то убийца совершил большую ошибку. И он всячески постарается быстро ее исправить. Согласен? Наверное. А ведь Карлос был высоким. Правильно? Да. Так? Да. Ну, а чтобы завалить такого бугая, надо бить либо сердце, либо под лопатку. Обычный человек, вроде меня, он бил снизу, поэтому потеки так высоко, потому что кровь текла по палке, как по жалобу. Командир, ты что ж, шутишь, что ли? Что? Че, испугался, что ли, сыщик? Ну, че, возьмешь меня с автора? Это я еще подумаю. Ну, есть интрига? С чего ты взял, что это кровь? Это может определить только специалист. Ну, так я и хотел с этим к Звягинцу уйти. А вот это я, как твой начальник, я тебе запрещаю. Но он же майор полиции. Алкаш, сачок. Толку не будет. Завтра же будет судачить об этой находке вся Роза Ветрова. Но у него большой опыт. И ты веришь его байкам? Да он сидел на бытовухе, алкашей разнимал. Там превышение полномочий. Его уволили за превышение полномочий. Да потому что он бухал. И сейчас уволят отсюда. Поверь, я постараюсь, если найду какой-то криминал. Так, все, хватит. Никому не надо трепаться. Мало ли никому нарвешься. Только я один такой добрый. Это ты такой добрый, потому что не ты этим ножичком орудовал. Ну, а вот это вот станет ясно только на последних страницах твоего романа. Ну, признайся, вставишь этот душесчипательный эпизод, чтобы развлечь свою горничную. Ну, так а как же командир это? Утром в газете, вечером в куплите? Шум стрель какой. Палку положи на место. Ага, палка на место. Да. Майя нам должна помочь. Ты должен уговорить ее сделать одно удолжение. Ясно? Что? А какое удолжение? Здравствуйте. Уборка номеров. Здорово, ребят. Здорово. Здорово, ребят. Лыжа. После этой фразы все. Она как про лыжи услышала и поняла, что муж приехал просто так. Ну как? По какой системе оценивать? По десятибальной? Достаточно пятибальной. В таком случае... Здрасте. Здрасте. Извиняюсь, я Юрик, горноспасатель. Можно вас пригласить? Нет, Юрик. Почему? Потому что я собираюсь танцевать с вашим боссом. Ты садистка. Ну я действительно хотела пригласить Иону на танец. Не обращай внимания. Извиняюсь. Все в порядке. Парня жалко. Вы же не откажете? Господа, я вернусь. Потанцуй с ним. Не расплескай. Не знаю. Инна, вы извините, но я пока не танцую. Марк, объясни, пожалуйста, своему братцу, что красивым девушкам не принято отказывать. Они этого не прощают. Ох, поберегись, Юлана. Ой, учту, Марк. Инесса Эдуардовна, хотел вам напомнить, что на самом деле здесь не скромная отдыхающая, а все-таки помощь вашего мужа. Да, да. И как-то должен выдергивать вас из неловких ситуаций, поддерживать, веселить всегда. Это он тебе приказал? Нет, вы что? Вы не против? Конечно. Прошу вас, Натан, спал. Ай, ладно, 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 только предупреждаю, что я буду прицельно наступать тебе на ногу. Вообще, это мой план был. Да. Инесса Эдуардовна, прошу вас. Ольга. Да. А вы переводчик, да? Угу. Кого переводите? Сесар Вальеха. Знаете такого? Понятия не имею. Первый раз слышу. Он испанец? Перуанец. Поэт. А вы знаете испанский? Угу. Я так и знал. Вальеха вообще мало кто знает, читает. Поэтому, если вам интересно… Что? Если вам интересно, я могу вам прочесть что-то из его стихотек. Оля, пойдемте. Да, вы правы, здесь громковато. Скажите, Оля, ну, говорите. Марк вам что-нибудь рассказывал обо мне? Ну, снисходил до того, чтобы похвастать. Ну да, вы редко видитесь. Не так редко, как хотелось бы. Марк говорил, что вы часто ссорились из-за вашего имени. Да, он хотел забрать ее в меня. Он вообще всегда отнимает, что ему нравится. А по-моему, вы просто к нему предвзято относитесь. А по-моему, я говорю правду. Ну, или завидуете. Ну да, завидую. Чему? Тому, чего он добился. Возможно, если бы я… Что? Если бы я сбежал от постели больной матери, то тоже достиг бы чего-то такого. Вы хотите сказать, что Марк бросил мать? Да, он сбежал. Удрал поступать в Москву. Поступил на все наши сбережения. А мать хоронил я один. Отец нас давно оставил. Пришлось попотеть, чтобы раздать долги. Ну да. А сейчас вы занимаетесь тем, что вы вмещаете на нем злобу из-за того, что, видите ли, в вашей жизни что-то не сложилось. Почему не сложилось? Я спасаю людей. Сейчас надо найти Карлоса, и он не под лавиной. Да, и… И где же он? В пещере Собирателя. То есть, самое из легенды? В его дневнике сказано, где она. Серьезно? Вы верите в эти сказки? Я боюсь, что это вполне реальная история. Причем криминальная. Исманцы его либо похитили, либо убили. А, ну в таком случае, я думаю, вам стоит обратиться в полицию. Нет доказательств. И могу их найти только я. Но без вас мне не справиться. Да, а его помощница, она не в счет. А что не так? Никто ничего не должен знать. Особенно эта Записоцкая. Она все раструбит, испугнет преступника. А им может быть кто угодно. А в таком случае, я не понимаю, почему вы доверились именно мне? Ну, потому что… Потому что вы знаете испанский. К тому же мы родственники. Что вы делаете? Что? Руку уберите. Это нечестно. Марк, ваш брат, а вы… Вы ставите меня в неловкое положение только потому, что хотите отомстить ему за ваше… за ваше детство. Извините, я… Я могу вам чем-то помочь. У вас есть платок? Сейчас, секунду. Ну, разве что только… Вот, салфетки. Держите. Спасибо. Вот, возьмите еще. Благодарю. Вы вообще как себя чувствуете? Отвратительно. Делает из меня какую-то слепую сумасшедшую. Кто? Все. Ну, почему вы так думаете? Потому что все эти поиски — это ширма. Все знают, что Карлс попал в какую-то криминальную историю, молчат. И хотят все это обставить, как будто бы он погиб просто по глупости. Ой, хотите? Нет, спасибо. Да и вам бы я больше не советовала. Ну, конечно, вы думаете, что я алкоголичка? Нет, нет, что вы, я вовсе так не думаю. Да я вообще не пью. Конечно. Я просто очень боюсь. Чего вы боитесь? Дело в том, что мне из номера украли дневник Карлоса. И это означает, что мои догадки верны. Может быть, там написано, где его держат. Если он еще, конечно, живой. А хотите, я вам его покажу? Угу. Угу. Сейчас. Разве в такого можно не влюбиться? Он очень красив, это правда. Перестаньте, пожалуйста, успокойтесь. Вы знаете, мне кажется, я могу для вас кое-что сделать. Что? А пойдемте лучше к нам, за наш столик. Нет, спасибо. Я, я поняла уже, что мне хватит. Спасибо. Спокойной ночи. Хорошего вечера. Надеюсь, вы не сболтнули ничего лишнего? Нет. Иона! Мы должны помочь этой женщине. Я согласна переводить. Как долго я ее ждал, мне не терпится увидеть ужас в ее глазах и заковать его навсегда. Ведь так художник дарит бессмертие. Ей понравятся мои скульптуры. Особенно испанец, который прям хорошо поет. Она станет скульптурой, и мы будем наслаждаться ее голосом вместе. Осталось лишь разлучить ее со спутниками. Но это все просто. Мне все доверяют. Вот только дурак Вася обнаружил то, чего не должен был. Но эту оплошенность я скоро исправлю. Смотри, какая аллея. Ну-ка. Да. Интересно. Кстати, а как вы потанцевали? Удачно? Да как? Это холера мне все ноги попало. Но ничего, я ей отомстил. Молодец. А что ты так рано ушла? Да просто захотела пройтись, вот и ушла. И он и гадостей про меня каких-нибудь наговорил, да? Ну, не без этого. Ну? Сказал, что ты бросил больную мать, уехал поступать в Москву и потратил все сбережения семьи. Ты веришь ему? Но ведь это не так. Эй! Да, братец. А он тебе сказал, что последнее желание матери было, чтоб я в Москву поехал учиться. Вот как. Тебе очень идет этот образ. Да? А ты чего с женщинами целуешься, а? Так, а я хочу примерить вон тот образ. Дорогой, я тебя жду. Марк, ну где ты там? Слушай, ну так не честно, ну хорош прятаться. Марк! Ты где? Марк! 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 Марк, ты слышишь меня? Марк! Марк! Марк, ты здесь? Марк! 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 Нет, я не скажу с ума! Нет, 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 нет! Марк! Марк! Эй! Выходи! Выходи давай! Эй! Я знаю, что ты здесь! Пришел за своей лыжной палкой, да? Да! Я знаю, что ты здесь! Пришел за своей лыжной палкой, да? Пришел за своей лыжной палкой, да? Ты? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Все, 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 я рядом, все хорошо. Марк, Марк, где ты был? Оль, я тебя искал, я тебя нашел без сознания. Нет, это я тебя искала, я кричала, звала, ты даже не счел нужным отозваться. Все, моя, хорошо, успокойся немного. Марк, за мной кто-то следил. Марк, это было очень страшно. Тебе показалось. Я понимаю, новое место, новые люди. Ты немного выпила и все это... Стоп, 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 подожди. Ты что, ты сейчас хочешь сказать, что я схожу с ума? Нет, я хочу сказать, что ты переутомилась. Ты переутомилась от своих переводов. Да при чем здесь переводы, Марк, меня преследовали? Да при том, потому что ты сознание потеряла. И вообще я... Что вообще? Мне не нравится этот твой божок Вальеха. Ну что за депрессивный тип? Верь в мертвого, а не в живого. Умру в Париже в сумрачный день. Да тут кого хочешь, крыша поедет. Да при чем здесь Вальеха? Он вообще ни при чем. Он прекрасный поэт. Все, Вальеха прекрасный поэт. Нам нужно немножко успокоиться. А тебе отдохнуть. Пойдем. Вставай, стой. Пошли. Просто любой, кто выводит мою жену из равновесия, вызывает у меня обназрение. Завтра отсюда с тобой уедем. Нет, нет, подожди. Подожди, ты что, хочешь отнять второй медовый месяц? Вот это похоже на медовый месяц? Да. Именно это похоже на нашу Венецию. Давай ложись. Давай пей. Что это? Снотворное. Держи. Ты взял для меня с собой снотворное? Я его взял для себя. Это из-за работы? У нас сейчас сложности. Нам трудно на рынке удержаться. Господи, Марк. Прости. А тут еще я со своими фантазиями. Прости. Тебе нужно отдохнуть. Выпей. Да. Но только обещай, что мы остаемся. Обещаю. Угу. Все. Закрывай глазки. Давай, моя хорошая. Спи. 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 Запомни, ежик. Не доверяй тому, кто приходит с южного края опушке. Он может причинить зло, потому что способен прикинуться кем угодно. Какие новости? Пока никаких. Отчего же? Может потому, что все это спектакль? Но признайтесь, вы же уверены, что Карлоса похитили? Ну, есть какие-нибудь улики. Кто злоумышленник? Почему вы скрываете код расследования? Так, 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 так. Посторонним сюда нельзя. Вот туда идем. Вот туда. Мам, я не посторонняя. Вы посторонняя. Чудовище. Чего? Туда. Юрка? А? А ты знаешь эту барышню? Знаю. Юр! Юра, она может закатить вселенский скандал. Она следит за нами. А мне нужно отлучиться. Причем надолго. Что? Что, подменить тебя? Невероятно. Сматываешь на лету. Ну, давай, действуй. Парни, сдвигаемся на пять метров вперед. Принял, Юрик. Лёляш, ну ты уже что, каталась? Я все пропустила? Да, ты пропустила мое феерическое падение. Что ж такой профи-то делает на учебном склоне? Приехала поддержать подругу. Вот как. Кстати, ты когда последний раз на нынешний вставала? Классе в восьмом? Зато ты у нас на курортах пописалась. Так, все. Знаешь что? Ну, все, все, баст, ребят. Я не хочу, чтобы вы из-за меня ссорились. Значит так, я поехала домой, а вы спокойно катайтесь, а то вам приходится барахтаться вместе со мной в этом лягушайке. Оль, мы сейчас все разучим. Чего ты? Нет, нет, нет. Так, ребят, хватит спорить. Я не хочу, чтобы вы... О, мастер. Что хотел, красавец? А? Да, да я хотел извиниться за вчерашнее. Был хамом, признаюсь. Готов искупить вино. Вам это будет очень дорого стоить. Да я не сомневаюсь. Но пока вы не придумали более изощренную месть, я готов позаниматься с Ольгой. В общем-то, это неплохая идея, учитывая, что со мной действительно нужно позаниматься. Но только я вас предупреждаю, что я неважная ученица. А я неважный учитель. Так что мы квиты. Марк, ты не против? Да. Нет, конечно. Пьес хочешь. Ну, конечно, она хочет. Правда, Рюлешна? Ну, тогда вперед. Успехов. Ну что, приспытываем. Опаздывает твой Васька. Инди. Да, не похоже на него. Зайчик. Так обед кончится, и ничего прочесть не успеет. Зашляется где-то. Сегодня же не его смена. Да ну эти фантазии слушают, Павлович. Расскажи что-нибудь заправдочное. Что с профессором? А, с профессором. А профессор тот действительно профессор был. В университете преподавал. А пальцы принадлежали... Недоступен человек. Погоди. А Васька писал сегодня ночью что-нибудь? Он же обычно читает нам то, что ночью пишет. Так что с профессором? Юрик, я спрашиваю, Васька писал сегодня что-то или нет? Не знаю. Я спал. А утром же Васьки не было. Да может в город свалил, а? Потусить. Так, пойдем-ка. Так, чьи пальцы-то? Не отвлекайтесь, пожалуйста. Хотя бы на первом уроке. На меня двигаемся шире ноги. У вас карлинговые лыжи вообще-то. Значит, если вдруг лед, то резко ставим ногу. Схема такая, значит. Поворачиваем влево, вправо. Короткий поворот, длинный поворот. Ясно? Стоп! Скользим, скользим на меня. Что? Что? Послушайте, если вы затеяли всю эту историю с испанцем только для того, чтобы попозлить Марка, я в этом участие принимать не собираюсь. Ольга, мне действительно нужна ваша помощь. Так ты зачем весь этот спектакль с тренировкой? Ольга, ваш муж закоренелый собственник. И вы его собственность. Поэтому ничего не должно вызывать подозрений. А легкая ревность она не повредит. Поехали. Поехали. Я никуда не поеду, я не умею. Да что ж такое? Ну это глупо. Приехать на горнолыжный курорт и ни разу не скатиться вниз. Ну вы же видите, я стараюсь, но у меня ничего не выходит. Я даже еле на них стою. А для горных лыж одного старания маловато. Что еще нужно? Лыжу вниз направьте. Вот так. Вдохновение нужно. Это как заниматься любовью. Ну ты же понимаешь о чем я? А когда это мы перешли на ты? Чтобы заниматься любовью, нужно вдохновение. А иначе это просто акробатика. Так, руки уберите. Я не давала права меня трогать. Ольга! Аккуратно, аккуратно! Ого-го-го! Помогите же, остановите меня! Коги ровнее! Молодец, молодец! Притормаживаем! Притормаживаем, говоришь? Пришло! Неплохо! Не ушиблась? Цела! Сейчас! Скажи, хотел моей смерти, да? Да я просто хотел увидеть тебя настоящего. Ну что, увидел? И как? Не забываем. Флиртуй с женой брата. Ничего подобного. Не стоит. Да знаю, что не стоит. А что делать? Я могу тебе объяснить, что делать. О-о-о-о! По пещере украденных душ. По преданию, в горах живет злой дух. Ну или собиратель. Он крадет души путников. Этой сказкой здесь даже детей пугают. Собирателя нужно задабривать, приносить жертвы. Иначе жертву найдет он сам. Года два назад один цыган случайно наткнулся на пещеру и видел плененные души. Карлосу удалось его разыскать, конечно, втайне от Записоцкой. Со слов цыгана Карлос нарисовал схемы, где может находиться пещера. Возможно, испанец еще жив. Нужно искать. Ты идешь? Наверное. Ну, пойдем. А как мы объясним свое исчезновение? Очень просто. Я скажу брату, что под умелым руководством ученица быстро освоилась. Мы перешли к более продвинутому спуску. А его, этого спуска, с черной трассы не видно. Пойдем. Да погоди, куда же ты? Опять у него бардак на столе. Это не бардак, это творческий хаос, Юрик. Хаос. Смотри, Палыч, кажется, записка. Ну-ка. Уехал в город отправлять роман. Привет, Палыч. Василий. Куда это он отправлять собрался? Ну, как куда? В издательство он свои детективы отправляет. А у нас интернет, сам знаешь, через пень колоду. Горы. Да, вот он мотается в город. Точно. Вчера интернета не было. А сегодня, Ахмед сказал, летает. Чего ему утра было не подождать? Странно. Да нет. Это-то не странно. То, что у Васьки шило в одном месте, это давно известно. Вопрос в другом. О каком романе речь? О последнем, наверное. О последнем? Да нет. Последний это танк и мертвеца. В том месяце этому издателю идиоту сучил. Помнишь историю? Да, помню. Так запудрил ему мозги, что тот согласился прочесть, лишь бы отвязаться. Индей. А свежее-то это это, кровавое воскресенье. Это то, что он нам вчера читал. Да. Так он только 50 страниц написал, и я думаю, что даже при его упертости вряд ли он осилил все. Да, и без твоей оценки он бы не обошелся, Павлович. Да, Юрик. Чего же он мне про отъезд и ничего не сказал, а? Слушай, ну ты же ему не кормилица. Не попрощался, значит, скоро будет. Вот. Твои любимые. Спасибо. Подожди, а может, ваших пора спросить, кто сегодня выходной? Ахмед. Пойдем-ка. Согрелось? Очень хороший чай. Как называется? Я название еще не придумал. Правда? Ты собираешь травы и делаешь отвары? Давай лучше поговорим о твоих талантах. Мне кажется, что я готов. К чему? К Сесарова Альеха. Ну, ты же хотела прочесть? Ух, ну так вот сходу я и не знаю, что тебе прочесть. Ну, я-то, я-то тем более не знаю. Любовную лирику. Вперед. А у него ее нет. Он слишком озабочен смертью, чтобы тратить свое время на любовь. Ой, как это сказано. А ты что, хорошая переводчица? Не знаю. Но я надеюсь, моих знаний хватит, чтобы помочь тебе найти Карлоса. Итак. Правда? Конечно. Ну, смотри, ты сам напросился. Да, сам напросился. Верь в зрение, но никогда в зрачок. Верь в лестницу, но не в ее ступень. В крыло, не в птицу. И верь в себя, в себя и лишь в себя. И верь во зло содеянное, но не в злодея. В стакан, но не в вино. Верь в мертвого, но не в живого. И верь в себя. В себя и лишь в себя. А что смешного? Нет, просто забавно. Ты так внимательно слушаешь. Мне очень приятно. Это странно. Ну, ты знаешь, Валеха, это довольно экстремальное развлечение. А с Марком не так? А при чем тут Марк? Нет, он, конечно же, слушает. Из вежливости. А потом он утыкается в телефон и ждет, когда ты переболеешь этим перуанцем, как ветрянкой. Марк мой муж. Я его очень люблю и не намерена ни с кем обсуждать, а тем более с тобой. Я обсуждаю не его, я говорю о тебе. Нет, он, он бог. А бог вот не совсем доволен тобой. Ведь так? Хочешь, я тебе скажу, почему ты пошла со мной? Нет. Ну, так слушай. Ты хочешь доказать Марку, что не бесполезно. Тебе надоело, что он считает тебя красивым, красивым, но весьма бестолковым предметом интерьера. Значит так, я пойду прогуляюсь, а ты пока поупражняйся в своей язвительности в одиночестве. Ладно? Хорошо. Жаль. Стасия, на самом деле устройство простое. Там алюминиевые трубки, по ним идет воздух, смешивается с водой и... Ту-у-у! И снег летит. Хочешь попробовать? Да. Давай. Ой, молодец, молодец какая. Ахмед! Что? Кто разрешил? Попробуй, Юрий. Отойди! А если что случится, запчасти из Швейцарии ты повезешь? Да мы просто попробовали, Юрий. Юрий, подожди. Иди гуляй. Иди гуляй. Ты Ваську не видел? Так он уехал. Откуда знаешь? Он же записку написал. Тебе там привет, кстати. А, ну понятно. Так вы у Майи спросите. Они вчера виделись. Может, она знает. Ага. У Майи? Да. А что это? Фарты. Они тут с войны. Не понимаю. Вроде бы здесь где-то. Ну вот какой-то вход. Смотри. Ну вот смотри. Судя по записям Карлоса, ну да, да, да. Получается, что вход в пещеру. Где-то здесь. Ну что, ты идешь? А? Ты ведь хотела найти испанца? За мной. Ты ведь? Аккуратно. Посмотри, там, мне кажется, есть какой-то проход. Пойдем? Аккуратно. Иона, здесь у нас тоннель. Иона! Иона! Господи. Ион, ты слышишь меня? Черт! Иона! Оля, да я рядом. Сейчас. Сейчас. Господи. Иона! Оля! Иона, ты где? Иона! Оля, я здесь. Оля, я здесь. Иона! Я здесь. Оля, успокойся. Оля, я рядом. Оля, ты слышишь меня? Ты слышишь, Оля, я здесь. Тихо, тихо, тихо. Оля, это я. Оля. Это я. Все, 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 тихо. Все, тихо. Оля, это я. Я здесь. Все в порядке. Все хорошо. А я, я взяла. Тебя нигде не было. Все, 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 все. Ой, тихо, тихо. Я отведу тебя на базу. А ты? А я пойду искать пещеру. И чтобы не повторить ошибки, я для начала найду этого цыгана. Я с тобой. Зачем тебе это надо? Для... Для вдохновения. Мне страшно. Да? Да. Хорошо. Хорошо, пойдем. Последний раз? Виделись позавчера? Ужин или в ресторане? Ну, так и чего? После этого Васька не видела, что ли, больше? Нет. Он же на поисках все время пропадает. А вот твоя подруга... Убеждена в обратном. Да? Да. Не сдавайте меня. Чего? Давай, выкладывай. Я лыжи люблю. Ни одно соревнование по телеку не пропускаю. У меня бабушка биатлонисткой была. Я ей сюда устроилась только потому, что... Горы. А на хорошую экипировку денег нет. Не буду же я в бабушкином позориться. А Вася сказал, что подберет мне что-нибудь в каменном мешке. Из неликвида. Вася такой милый. Ну и как? Подобрали? Не успели. Вася какую-то палку лыжную нашел. Рассматривал ее, потом убежал. Сказал, за вами. Все? Нет. Потом вернулся с начальником, со своим. С Ионой? Да. Они меня выгнали. Сказали что-нибудь. Ну... Вася ругался. И сказал... Старый козел. Вечно его нет, когда он нужен. Про тебя, Павлач. Это я понял. Я не понял, зачем я ему понадобился так срочно. Будешь? 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 Ну, только этого мне не хватало. Доктор, неужели я умру? Ну, конечно. Ну, только не в мою смену, товарища пациентка. Идем. Ну, вот тут вам и от горла, и от кашля. Ну, в общем, все есть. Спасибо. Благодарствую, Мариам. Мы как-то сами с усами. Ну, с усами, так с усами. Я сейчас без всякой химии нашу переводчицу на ноги-то и поставлю. Может, я лучше... Нет, нет. Вот, пей. Это полезно. А от чая-то не откажетесь? Не откажемся. Ну, и ладно. Так что, Мариам, вы говорите, что вот этот вот цыган, который пещеру видел, он до сих пор здесь, в деревне живет? Ну, а где же мы жить? Конечно, здесь. У него домик-то на окраине там. Только он с тобой говорить-то не будет. А чего так? Так. У него с головой-то того. Так на что же он живет? На что живет? На то и живет. Ходит на деревню. Кому надо, по хозяйству помогает. Кому помогает, покажете? Че показывает? Вот и ко мне приходит он. Видел, дрова колет. Петша! Мы с курорта Роза Ветров. Я Иона, а это Ольга. Здравствуйте. Мы ищем пещеру-собирателя. Ну, ты же знаешь, где она? Ты можешь нам помочь. Мы заплатим. Иона? Тихо, тихо, Петша. Мы просто спросили, где пещера. Ты же помог иностранцу Карлосу? Почему ты не хочешь помочь нам? Потому что никакого Карлоса я не знаю. И никакой пещеры не было, и нету. Нету. Ну, как она хоть выглядела? Может, что-то странное заметила? Да обычная паука. Да бестолка это, Палыч. Тут их тысячи. Это-то-то-то-то. Это Васин. Ну-ка. А, действительно. Он же с ним не расстается никогда. А когда вы здесь расшивались, он на Ваське был? Да. Это значит, что он потерял его, когда был здесь с Ионой. Он его на таком полосатом шнурке носит. Посмотри, может, там и шнурок где? Такой шнурок просто так бы не порвался. Чем они тут занимались, а, Палыч? Непонятно. Остань, скорее, посмотри. Иона. Ну-ка, посмотри. Посмотри, чем они там играют. Слушай, может быть, это фотоаппарат Карлоса? Ну, тогда на нем могут быть снимки пещеры. Если он вообще до нее дошел. Кидай, кидай, кидай. Мне, мне, мне. Вот. О! Все, 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 все. Вот как тебя зовут? Роман. А меня Иона. Иона? Как? Ну, как, как? Иона. Слушайте, ребят, мы тут в первый раз. Да ладно. Не могли бы нас сфоткать на этот профессиональный фотоаппарат прямо на фоне дома, этой деревни? Я не умею. Я тебе покажу, все просто. Смотри, нажимаешь. Ром. Да, слушай, ну, просто фотография. Я тебе взамен дам подержать бинокль. Смотри, какой красивый. Смотри. Рома. Ром, ну, посмотришь, пока я, пока я сфоткаюсь сам. Я тебе сейчас отдам. Батарея садится. Да нет, флеш-карты тут. А посмотри на внутренней памяти. Есть. Рома! Ром! Рома, давай меняться, а? Я тебе бинокль, а ты мне фотоаппарат. Не, мне в городе за фотик больше дадут. А не отдашь, отца покрычу. Все серьезно. Ты посмотри, какой борзый. Ты посмотри на него. Сфоткай. А ты где взял его вообще? Листай. В карах нашел. А может, ты его украл? Да не крал я его. Сейчас, может быть, полицию вызовем, посмотрим. Не надо, не надо. Странно, по-моему, хороший бинокль. Они все соображают. Что он, твой бинокль? Именно после Венеции Марка называет меня Кара. Что означает милая. Да, я помню. Ну что, еще пару денечков, и эти гамбургские петухи будут драться за тебя? Не понимаю. Да перестань. Любая женщина чувствует такие вещи. Ты о чем? Ну, ты весь день была с ООНой. Да, у нас была тренировка. Ну, и тренировка тоже. Так, я замужем и люблю мужа. Это я уже слышала. Ну и как же, брат? А что, брат? Неужели тебя внутри ничего не ёкает? Нет. Да ладно, колись. Какой он? Совсем другой, да? Дикий. Нет, я бы не сказала, что он дикий. Он скорее... Он страстный. Господи, да не в этом смысле. А в смысле он одержим. Он одержим горами, снегом, льдом. Стихи – это его, понимаешь? А как глазки-то загорелись? Лёлишна, я тебя умоляю, не теряй свой шанс. Инна, я люблю Марка. Точка. Любишь? Или пытаешься себя в этом убедить? Я ей говорю, слушай, Стася... Донёс, не рассыпался. Смешно. Ладно, потом договорим-то. Давай, я подойду. Чего хотел? А ты не знаешь, с чего меня Васька искал? Понятия не имею. А чё, не сказал он тебе? Говорят, ты с ним вчера в каменный мешок таскался. Ну, раз говорят, значит, правда. А что вас туда принесло? Что вы там с ним такое творили, что Вася вот это потерял? О, это допрос. О, дружеская беседа. Значит, можно не отвечать? Состряпаешь ордер. Зови. Я состряпаю, и не только ордер. Ваш Василий нашёл улику. Садитесь. Какую такую улику? В деле Карлоса. Вам-то откуда это известно? Я подслушала их разговоры с этим начальником спасателей. В любом случае, тут криминал. Доказательств нет. Загадочным образом пропадает известный богатый испанец. Ни приборы, ни собаки не могут его найти. Перед лавиной Карлоса кто-то преследовал. Василий находит на складе улику и пропадает. Вы полагаете, он пропал? Да. Этот он что-то знает. Но скрывает. Сегодня я едва не поцеловал её. Ей хотелось этого. Она уже готова извинить мужу. Хотя они похожи на здешних женщин. Тут они сбрасывают шкурки бизнес-вума, добропорядочных матерей и домохозяек. И становятся самками. Но чтобы получить этот бриллиант, нужно быть осторожным. Хорошо, что удалось решить проблему с этим графоманом. Она ничего не должна заподозрить до самого конца. Карочка, опять кошмар, да? Да. Видимо, тебя впечатлили эти местные легенды, за которыми охотится этот пропавший испанец. Выпей. Опять снотворное. Здоровый сон – это самое лучшее лекарство. На. Я... Чёрт. Принесла нелёгкое. Открыто же, что ли. Здрасте. Есть новости. Самое время. Иона попросил Юрика подменить его сегодня на поисках. А вчера, под прелогом тренировки Ольги, весь день где-то пропадал? И что? Надо проследить за ним. Ладно. Дайте мне пять минут, сейчас я туда-сюда... Подождите! Завтрак. Здравствуй, Перша. Здравствуй. Погоди, я знаю, что пещера существует. Я нашёл доказательства. Посмотри, посмотри, этот снимок сделал тот иностранец. Видишь? А вот эта вот схема, это нарисовано с твоих слов? Да. Иностранец всё хотел знать о пещере. Я не хотел ему говорить. Он уговаривал меня. Много заплатил. Мне машина нужна. У меня мать другой деревни живёт, больная. Далеко ездить. Понятно. Перша, это ты его проводил до пещеры? Нет, это значит убить. Но когда я увидел пацанов, у них фотоаппарат его... Я понял, что собиратель забрал его душу. Перша, Карлос может быть жив. И ты должен помочь нам найти эту пещеру. Ему не помочь, даже если жив. Тот, кто видел пещеру, лишается ума. Я больной, безумный. Уходите. Перша! Перша, ты сможешь отмолить этот грех, если поможешь нам найти испанца. Перша, ты сможешь отмолить этот грех, если помочь нам найти его. Я помогу вам. Перша, ты сможешь отмолить этот грех, если помочь нам найти его. У кафе. Кто это? Зара, Шуванье. Ведьма? Ага. Тут живет. Пещера там. Я дальше не пойду. Дух будет гневаться. Перша, спасибо тебе, Петша. Ага. Спасибо. Ага. Да, я бы сказала, что здесь фантастически красиво, если б не было так страшно. Может быть, скажешь Марку правду? Какую правду? Что не любишь его? А почему это ты так решил? Слишком усердно пытаешься всем доказать обратно. Оля. Оля. Нет. Оля. Оля, стой, там опасно. Оля, стой. Оля. 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 Оль, ну хватит шутить уже. Ой. Ольга. Черт. Оля. Оля, я подозреваю. Ну и долго нам их тут ждать, идемте уже. Погода испортилась. А как же эти? По-моему, мы стали свидетелями банального адюльтера. Спасибо. Чего горячий-то такой? Кипяток. Аж язык обжил. Ловить тут нечего, только время терять. Продолжение следует... Эй! Здесь есть кто-нибудь? Поехали! Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok